Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, обращаюсь к вам и прошу помощи в спасении нескольких десятков тысяч жителей сел и деревень Рыбинского и Нижнеенгарского муниципальных районов Краснодарского края, оказавшихся в беспомощном состоянии перед угрозой срыва отопительного периода, перед угрозой эпидемии коронавирусной инфекции. Из-за коррупционных интриг чиновников этих районов и глав этих районов Малышкина и Мишина прекращается работа ресурсоснабжающей организации ООО «Сфера ИК», который из-за отсутствия денег на покупку угля и забастовки работников по причине не выплатить 12 миллионов рублей зарплаты за февраль и март 2020 года 340 человек, не может выполнять решение государственных комиссий по ГОИЧС по предупреждению нераспространения эпидемии, особенно в части обеспечения учреждений социальной сферы населения питьевой водой и теплом. Останавливается работа 24 котельных и 37 воззаборных артезианских скважин в 14 населенных пунктах этих районов – город Зазерный, поселок Нижний Ингаз, село Рыбное, Переясловка, Двуречное, Красногорьевка, Налобино, Александровка, Успенка, Малая Камала, Новая Камала, Большие Ключи, Гмирянка, Бородино, что влечет нарушение прав жителей на получение качественных коммунальных услуг и срыв подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду уже следующего года, 21-го. Неприятие современных мер привлечет к соизвечайной ситуации на территории этих районов Красноярского края. Причинами ЧАЭС и социальной напряженности населения неприятие современных мер по предупреждению ЧАЭС и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, стали незаконные действия главы Рыбинского района в части проведения концессии на ряд объектов ЖКХ в декабре 2019 года, что УФАС признала уже незаконным и отменила эти действия главы Рыбинского района. Он продолжает дальше делать незаконные действия и не выплачивает предприятию 13 миллионов рублей выпадающих доходов. Глава Нижнийгарского района Малышкин лично указывает директорам бюджетных учреждений, главам подведомственных территорий, не заключать договора с ресурсно-жижающей организацией, не оплачивая деньги, что незаконно и что признала прокуратура Нижнийгарского района. Но дальше прокуратура бездействует и не привлекает к уголовной ответственности главу Нижнийгарского района Малышкина. Главы этих районов и прокуратура этих районов настолько чувствуют свою безнаказанность в наших провинциях, что они ставят под сомнение выполнение ваших федеральных законов. Недавно на световом совещании в Министерстве ЖКХ Краснодарского окраина было уточнено, что предприятия сферы ИК действуют законно в соответствии с рядом федеральных законов Российской Федерации. В свою очередь главы этих районов, наоборот, их не выполняют. Вернемся к высказываниям главы района Нижнийгарского Малышкина Петра Александровича. При начальнике прокурора района, то есть, Петр Александрович вводит вас в заблуждение, говорит реальную ложь. Сети, стопроцентный взнос установлена прокуратурой года три назад. В том числе МЧС, прокуратура установлена умышленное уничтожение гидрантов именно администрации поселка Нижнийгарш. Ну, никак не нами абсолютно. И, значит, мы вот сейчас обращались к прокуратуре, еще раз проверить вот эти данные, которые глава района сообщает министерству. То есть, тем самым ставим вас вот в такое уложенное это самое. Почему пришлось нам передать это? Давайте я доскажу, я же вас не перебиваю. Конкретнее, конкретнее. Вы сами только что сказали, что все законно. Вы сейчас нам что, руки собираетесь выламывать, что ли? Я вам еще раз объясняю. Все ваши замы, министры в курсе, что РКК не в состоянии это делать. Тем летом мы пытались с вашей помощью договориться с энергосбытом. Давайте реструктуризацию, и мы дальше нормально работаем. То есть, министерство ЖКХ не предприняло никакого, будем говорить так, действия в отношении, вот сегодня результат, ну, будем говорить так, вашей неработы. Ваши в том числе. На меня свалить ничего не нужно. Теперь, в том году мы на самом деле неоднократно обращались, это все запротоколировано. Давайте реструктуризируемся, и вот такой ситуации не случилось бы. Сегодня очень важно. Почему говорить только про уголь? Уголь это одна маленькая составляющая, особенно отопительный период уже заканчивается. Угля нужно, ну, может, тысяч на 600 на оба района. Дело в том, что 17 миллионов задержка по невыплате заработной платы. Вот это самое главное сегодня в этом районе. У Петра Александровича, то ли информация нет, у прокурора, то ли они от вас это скрывают. Невыплата Петром Александровичем, выпадающих за два месяца, вообще никто ничего не платит. Мы по три, по пять тысяч рублей выдаем авансы за февраль, за март. 340 человек. Это главное. Ну, уголь, ладно, котельная становится. Теперь смотрите. Извините, что я эмоционально, но вы на нас ответственность, Петра Александровича, не перекладывайте. К тому же я подчеркнул, у нас настолько документированы действия администрации, что мы в суде, в правильных органах докажем, будем требовать возбуждения уголовного дела. И так как ЧС, видимо, не введена, но построение правительства Российской Федерации нарушается главой Нижненгарского района, вот я не буду зачитывать его, мы потом, когда в суды перейдем или в уголовное дело, да будем прикладывать. В чем его, прямо преступление, сегодня все население Нижненгарша не по вине Барабана, а по вине Малышкина подвергнут опасности без холодной воды остаться. Ведь котельная себе становится, ведь трассы могут перемезнуть, он что передергивает, а вы ему на поводу идете. И это уже был один раз так в этом районе, чего допустил Малышкин Петр Александрович, обманкротив два предприятия и причинив огромнейшее бедствие населению Нижненгарского района. Еще он сегодня нам объединяется, что он берет умышленно, дайте я расскажу, он берет умышленно, зная, что президентской федерации установил, губернатор Краснодарского края, и сегодня сорвать, я вот это ссылаюсь на постановление Российской Федерации, правительства 794-й, 1-й государственной системе, при вот этом ЧС, здесь все прописано. Петр Александрович совершает грубейшее преступление, то есть он начинает саботаж делать в населении, и в газете Победа берет их население, обращаясь, что мы незаконно здесь находимся. Завтра население перестанет эти копейки платить, мы всем дали задание перерасчет сделать, потому что услуга некачественная, мы в обоих районах реально перерасчет делаем. Но вот этот саботаж приведет, если мы тянем до 15 мая, вот этот уголь по чуть-чуть, хотя бы дотянуть на самом деле, и смотрите, не с целью отопительного периода, вода, чтоб не перемезла, холодная. А то вы как собрались все остальные, Петр Александрович красивое постановление написал, спасение, коронавирусная инфекция, так и не будет воды в поселке. И перерасчет ситуацию усилиться же. Вы как прокурор, да, ненадлежащие, я заявление же на вас написал, кривому прокурору, исполняете свои обязанности и не пресекаете незаконное действие главы администрации, вам только что сослались на федеральные законы. Не нужно ничего нам согласовывать, не по ресурсу нажать организацию, вообще не почему. Все эти бесхозные много лет, вы сами все знаете, здесь бардак, вы не пресекаете. Сейчас вот министр будет слышать, я ничего не допускаю, Петр Александрович не платит организации и допускает тем самым вот этот коллапс. Мы обратились в министерство политики раз, все коммунальные объекты имеются в серии К, и сети и так далее. Только что Иислав объяснял, что все есть законодательно подтвержденное. То есть только нет желания уголовного района и почему-то противодействия законодательству федеральному. И мы сидим обсуждаем, нам вот видите, вы там министерство ЖКХ обсуждаете, мы бизнесмены, прокуратура обсуждает. Так все-таки вам исполнять федеральные законы или нет? Вы что, тут все президенты что ли? Это федеральные законы, мы обсуждаем, мы права не имеем обсуждать. Мы должны их исполнять. Это нонсенс. Вы обсуждаете муниципальные служащие, а вы государственные служащие. Законы, будем их исполнять или нет? Читайте, пожалуйста. Я так понимаю, что или вас ввели в заблуждение, или вы передергиваете тоже. Федеральные законы, там прямо вот так написано, их трактовать по-другому нельзя. Мы в праве, российское законодательство действуем. Мы не ухудшаем, вы передергиваете, ухудшает интересы населения глава Нижненгарского района. Прокуратура Нижненгарского района установила, вот письмо есть, что фактически СРК оказывает. Вы подписали это. Аверьянов. Прокуратура Нижненгарского района